Добрый вечер Я думаю, что будут какие-то вопросы задаваться из зала, да? Но я хочу сказать, ни одна аудитория не выпускала меня, не выяснив мое досконально происхождение. И я открою этот секрет. Я родилась в семье очень известных актеров. В то время они были только артистами. Это Сергей Федорович Бондарчук и Инна Владимировна Макарова. Мамочка была бы с нами, но она на гастролях. В отличие от меня она выступает вот на таких каблуках и в платье от Зайцева. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, в моей жизни маленькой, я ведь не знала, что я родилась у популярных артистов. Не знала, абсолютно. И когда это случилось, это случилось на Новой Песчаной, в доме, который строили пленные немцы. Еще была близка война, но уже послевоенное время. Я-то не знала, что это роскошь великая. В то время однокомнатная квартира своя, где есть ванна, горячая вода, кухня. Мы там жили мама, папа, я, няня Нюра, бабушка. Все в одной комнате. И ничего, и хорошо было. Я не помню, когда я посмотрела впервые фильм «Молодая гвардия», но я поняла, что я дочка героев, настоящих героев. И мне хотелось соответствовать. У меня всегда были ремешки с красной звездой. У меня была шапка-ушанка тоже со звездой. Я натягивала вот так вот эту шапку, чтобы меня только не принимали за девчонку. Мне было стыдно, что я девчонка, а не пацан. Но я отчаянно дралась. Я создавала какие-то немыслимые тимуровские команды. Я же дочь героев, я должна соответствовать. И я поняла, что мне нужна своя организация где-то в 6 лет. Я выкрала у мамы все документы. Паспорт по тому времени, можете себе представить. «Союзный билет», «Союз театральных обществ». Все это выдрало содержимое и написало «Пароль АПЧИ». Я уже все для своей команды сделала. Поэтому, конечно, не сразу я захотела быть артисткой. Пожалуйста. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Скажите, как вы встретились с Андреем Тарковским и с Солярисом? Сразу, с Тарковским. Но я тебе хочу сказать, это хорошо, что ты задала этот вопрос. А мне было 13 лет. Я очень увлекалась фантастикой. Бред Бреазимова, Лема очень любила. И мне досталась книга Станислава Лема «Солярис». В 13 лет я прочла. Была потрясена тем, что я там прочла и ужаснулась, потому что мало что поняла. И мне эту книжку нужно было вернуть хозяйке. А наши дома на даче были рядом. Это была Ирина Александровна «Жигалка», педагог Рома. Я пришла к ней, смотрю, у нее какие-то студенты. У нее всегда были студенты, она их подкармливала, очень любила. Один неумело разводит камин, другой очень умело самоваром что-то проделывает. И третий качается в моем любимом кресле-качалка. И только потом, спустя много лет, я узнала, что тот, кто у камина Андрон Кончаловский, тот, кто у самовара Василий Макарович Шукшин, а тот, кто качался в моем кресле-качалка, был как раз Андрей Осенчич Тарковский. И он еще в то время не читал «Солярис». И мне Ирина Александровна сказала, вот передай Андрею, он хотел прочесть. И я ему, значит, вложила в руки этот томик, еще, помню, такая полосочка, черный томик с полосочкой. Вот. И, конечно, это, так сказать, определило мою судьбу. Потому что как же, так рано встретиться, и чтобы за этим ничего не было, так не бывает. Но до этого была замечательная школа, институт кинетографии, в ГИК. Дело в том, что я потомственная Герасимовна, конечно. Ведь папой с мамой снимались в фильме «Молодая гвардия». Она играла Любку Шевцову. Он знаменитую роль. Это Валько, одна из главных ролей. Но она пострадала. Сталин сказал, что не было отступления на заранее приготовленные позиции. Вся его роль уменьшилась до нескольких сцен. А у Сергея Полинаевича был инфаркт, микроинфаркт. Но это всего я, естественно, не знала. Я только знала, что папа с мамой встретились... Ну, смотрите сами. Она родилась в тайге. Город Тайга. Даже станция Тайга. А папа родился в Белозерке. Вот здесь есть Николай Семенович Джунзи. Вот он сидит в середине, на меня смотрит, улыбается. Он председатель нашего херсонского землячества. Это Белозерка, что под Херсоном. И вот представьте, деревенский мальчик из Херсона, из Белозерки даже, и мамочка со станции Тайга, где вот они расположены, один на Украине, другой в Сибири, от тяготения к культуре. Одна занимается музыкой, другой театром, рвутся, рвутся. И, наконец, их линии пересекаются. Где? У Сергея Полинаевича Герасимова и у Тамары Федоровны Макаровой в Институте кинетографии. И они учатся на одном курсе. Вот сейчас папе в Ейске сделан потрясающий совершенно памятник. Он там молодой, сидит в режиссерском кресле, у него в руках четки, а сзади лежит шинель военная. Он пришел в одной шинелюшке во ВГИК. У него ничего не было. С войны пришел. А Стас Ростовский пришел, тоже учился. Знаете, этого потрясающего режиссера, который в «Зоре здесь тихие» снял великолепные фильмы. И они все дружили. Как они победу отпраздновали. Все танцевали. Даже есть хроника, где моя мама чечеточку бьет где-то рядом с Кремлем. И когда они вернулись, они увидели, что один мальчик отстегивает свою ногу. Это был Стас Ростовский. Он все это время провел на этой деревяшке. Это были люди, обожженные войной. И сам Сергей Плинарич был удивительным человеком, который мог понять любую душу. Вот мне очень повезло. У меня был учитель с самой большой буквы. И Тамара Федоровна Макарова. Красавица. Но в Сергея Плинарича Герасимова были влюблены все женщины. В Тамару Федоровну все мужчины. Сережа Никоненко, помню, ревновал так ее, когда Сергей Плинарич вдруг случайно что-то говорил, лекции читал, вдруг положил ей руку на коленки. И я вижу, Сережа побледнел от ревности. Вот так вот мы относились к нашим педагогам. И я помню первый день, когда мы собрались на актерском еще факультете, встала первая девочка, сказала знакомство. Вы знаете, меня зовут Наташа, а фамилия у меня очень смешная. Я Наташа Белохвостикова. Встает вторая девчонка, такая со стрижечкой, симпатичная, и говорит, а вы знаете, а я тоже Наташа, и фамилия у меня тоже смешная. Я Наташа Гвоздикова. Третья девчонка с раскосыми глазами встает, а я Наталья Оренбасарова. Четвертая встаю, я говорю, фамилия не смешная, но я тоже Наталья Бондарчук. Так и прозвали наш курс четырех Наташ. И наши мальчики, какие у нас были мальчики, Нигматуллин, Еременко, Вадим Спиридонов, Малишевский, к сожалению, они все ушли в царствие небесное так рано. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Я хотел бы задать такой вопрос. Почему вы решили учиться в Авгике дважды, на актерском и на режиссерском? Ведь к моменту окончания актерского вы уже были востребованы актрисой, и ваше время наверняка дорого ценилось. Как хорошо ты знаешь мою автобиографию. Есть, немного, да. Ты, наверное, заглядывал в мой сайт. www.nsbondarczuk.ru Второй раз я поступила. Потому что это была уже родная, родная мне студия. Дело в том, что многие актеры Герасимова становились впоследствии режиссерами. Я-то училась уже, мне повезло, мне кроме двух мастеров был же еще Сергей Никоненко и Николай Губенко. И вот, вы представляете, ко мне 17-летний подходит Николай Губенко и говорит, я написал для тебя главную роль в своем этюде. Я говорю, о любви что-нибудь будем играть? Говорит, о любви, обязательно, ну как без любви, да? Будешь играть 42-летнюю женщину с двумя детьми мужем-алкоголиком. А дальше все о любви. Вот, причем я помню, я была в бигудях и халате, стояла с передоном в нетрезвом состоянии. Я вырывала половичок из-под ног мужа, он падал на пол и говорил, я знаю, что ты за щучка. Вот, а из репродуктора ты носила с песенкой такого содержания. У тебя такие большие глаза, как у самых новых машин. Потом я прятала мужа в шкафу от милиционера, в общем, там была драка. Мы сыграли, и тут ровно по секундомеру шел 11 минут и 11 секунд. Если мы играли на 2 секунды больше, Николай так злился на нас, что мы хоть прямо умри. Вот по секунду, он в то время на Каганке уже был, да еще в цирке был, ходил по проволоке, и мы должны были играть секунду в секунду. И Герасимов сказал, что мы играем не как в конце первого курса, а как в конце второго. И носы наши взлетели, мы уже почувствовали себя артистами. И потом подошел второй режиссер, который я обожала как актера. Это уже Сережа Никоненко. и говорит, ну что, Наталья, будем играть классику? Классика, подумала я. Это вот такие длинные, да, платья, это причесочки, это мой любимый 19 век. Будешь играть коробочку в 87 лет. И чтоб никакого грима ты и так на нее похожа. Вот. И вслед за этим я переграла всех старушек все подряд. И мы сыграли, я помню, мы с Кули и Ременко записывали, сколько ролей мы играем. Но я-то сыграла 450 ролей. Потом-то никто даже не знает, что я-то вообще-то не только драматическая актриса, но и комедийная актриса. Вот мне жалко. Я играла Проню Прокоповну. Появлялась в желтом, как апельсин, платье и говорила Свердопетровичу банджур. Так и дожидався. Я нарочито проманижила. Потом я говорила «Аще я люблю пальцыны, ананасы». А Герасимов обожал такую фразу «Аще больше я люблю пидыбом романа читаты». И вот это романа читаты приводило его в такой восторг. Но однажды по институту донесся такой слух «Гений идет». Гений. гений шел в маленькой такой шапочке беленькой в белом шарфе явно иностранного происхождения по коридорам. Мы его фильм не видели, но знали точно, что он гений. Это был Андрей Тарковский. А почему не видели? Потому что фильм Рублев был на полке. Но все сказали «Гениальный режиссер! гениальный фильм на полке! Мы его не видели!» И он пришел выбирать артистку себе в «Солярис». В то время, конечно, он меня забыл. Он просто пришел и увидел меня в роли Гертруда, роль с Гамлетом, роль Коробочки, роль Фиби над пропастью воржей. Это 13 лет. А в конце выскакивала с рванцом висайской истории. Отчаянно дралась. Вот за этот весь репертуар. Он, конечно же, пригласил меня на пробы. И вот там был Донат из Банионис уже, Вадим Юсов. Я играла, я уревела весь пол. Вообще, мне так хотелось. И он мне говорит, молодец, Наталья, тебе здорово научил Герасимов играть. Руку пожал. Я тебя не утверждаю. Я говорю, а почему можно узнать? На тебе сколько лет? Я говорю, ну 18. Ага. А Донат спроси, сколько ему лет? Ты ему в жены не годишься? Ты молоденькая. Я так расстроилась. А Донат тоже. Он что-то задумал. Он не согласился внутренне с этой установкой режиссера. И я уехала на съемки к Ларисе Шипитько. Там все было понятно. Мой возраст, где-то 18 лет, девчонка, которая безответно влюбилась и решила сразу же уйти из жизни. Вот так, насолить ему. Это гениальный сценарий Шпаликова, ты и я. И вот там есть такой текст. Вот уже веревку на шее держу, повеситься решилась. А тут коза идет. Ну как это при козе? Вот уже веревку затягиваю, а там в бочок пустой стучат, обедать зовут. Либо дальше вешаться, либо обедать сходить. Жить не охота, есть хочется. Плевать, решила пообедаю, а там видно будет. Прошло полгода, мы сняли какой-то материал, и возвращаясь в Москву, узнаю, что Тарковский так и не утвердил никого, перепробовав массу актрис, массу. И это, конечно, судьба. Вот это судьба. Тарковский утверждает меня на фильм «Солярис». Я играла русалочку, я играла женщину, которая не знает, откуда она, что она, ее создал океан, она только знает, что она любит, бесконечно любит своего Криса Кельвина и постепенно очеловечивается. «Солярис». И, конечно, мне очень повезло, что я снималась с таким удивительным актером, Донатосом Банионисом. — Скажите, вот помимо Соляриса, вам довелось когда-либо еще с Донатосом Банионисом работать? — Вот, спасибо. Работать не довелось, а путешествовать довелось по всему миру. Фильм-то наш получил Грам-при де жюри, а еще негласно в то время это не раскрывалось при протестантской и католической церкви. И фильм раскупили буквально все страны, где мы только с ним не были. Но вы знаете, что мне пришло сейчас в голову? Вы даже не знаете, что мне пришло сейчас в голову. Сейчас. Гудки пошли. Значит, дома? — Да. — Донатос? — Да-да. — А вам слышно хоть что-то? — Да. — Да? — Мой дорогой Донатос, приветствует зал. Да, я сейчас... — А-а-а. — Программа «Линия жизни». Канал «Культура». А помнишь, как ты напугался, когда я села с тобой рядом в самолет? Я прикрывала свое пусцо. Мягко говоря, была на восьмом месяце. Это был Ванечка Бурляев, да, Ванечка Бурляев. О, Ванечка Бурляев здесь, сын, которого я родила. Вот он здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, он... Он уже большой, он уже совсем большой, ему 33 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. И он мне подарил двух детей, маленьких внучат. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабушка. Слушай, я так помню, очень хорошо, когда мы снимались. То, что я точно могу сказать, что сколько у меня было разных партнер, ты была одна из этих людей, которые находят очень хорошо контакт, что ты знаешь, что тебе... Она помогает, это не часто бывает, что партнёша эгоистским говорит, не хотят, чтобы они были главными, а у меня было наоборот, ты так помогала мне. Помнишь, как мы украдко репетировали, Тарковский не любил репетиции, мы там прятались по углам и репетировали с тобой? Да, 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 помню. Да, это точно. И фильм, условно, это, ну, вначале очень трудно его принимал, как рядовой зритель, я помню хорошо, что, ну, как-то им было непонятно, там, то, что-то происходило, где-то фантастика какая-то, и даже на Каннском фестивале, как мы там и были с тобой, помнишь? Да, на Каннском фестивале, спрашиваю. Была такая, ну, хорошие актёры, хорошие фильмы, ну, не очень-то понятен. А потом, на следующий день, всё были очень-таки приятные. Поменялось всё, и мы стали лауреатами Каннского фестиваля. Да, Натас, я люблю тебя, ты это должен всегда знать. Целую тебя. До встречи. Я обязательно к тебе приеду в гости, напрошусь, ладно, чтобы увидеться. Ну, Наташенька, очень, что ты смотри, обещала, но так и выполняй. Обещала, вот перед зрительным залом. Да, да, мой дорогой. Да, всем зрителям, что они собрались, очень приятно. Хорошо. Целую тебя, Крис Кельвин. Я вспомнила сейчас наш первый день, самый первый день в Ялте на съёмочной площадке. Я так переживала, я Ялту-то никогда не видела. А тут Ялта, главная роль, Тарковский. А Тарковский счастлив был, потому что много лет не снимал ничего. И он показывал, он дарил мне Ялту, он говорил. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, Ногой трепещущий ольшанник, В имбирно-красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. Я сказала, это ваши стихи. Он говорит, дурочка, если бы я такие стихи писал, Неужели бы я такой ерундой занимался? Это он имел в виду режиссуру. Это был Борис Пастернак, который я тоже очень люблю. Человек, который какой-то вдохнул в меня надземность. Потому что я была в Переделкино. Моя бабушка сибирская писательница. Мы в пять лет попали в Переделкино. И я увидела эти синие купола церкви в 19 лет. Когда у меня были очень серьезные, серьезное положение. Внутри себя я металась, не могла найти себя. Я покрестилась сама в этой церкви. И моим крестным стал Ипполит Новодережкин. Это художник моего отца и мой художник по пашихонской старине. И стала принадлежать к православию. В советское время все было запрещено, вы знаете. Но фильмы наши в то время, такие как фильмы Тарковского, Лема Климова, Лариса Шипитько, они исполняли роль духовных водителей человека. Почему нам и дали премию за божественное начало в фильме? Это Солярис. Значит, действительно, искусство, культура, есть какая-то ступенька к высшему. Она поднимает нашу душу. Или опускает. Что очень страшно. Дорогая Наталья Сергеевна, а вы можете сказать, чем вам по-человечески близка княгиня Мария Волконская? И как бы вы поступили на ее месте? Вы знаете, после Соляриса мне не хотелось ничего играть. И вдруг журнал «Экран кино», и там написано, «Мотыль собирается снимать фильм о женах декабристов». И я схватила этот журнал, кинулась к маме и с криком, «Мамочка, мою Марию снимать хотят!» Мою Марию. В 11 лет на мою детскую ладонь легла книжечка записки Марии Николаевны Волконской. Я их знала наизусть. К тому времени, как вот пришло известие, и я сказала, «Мама, я напрошусь на пробы». Ну, я буду такая наглая. Это моя роль. И через три дня, вот судьба, звонок, я не просилась, еще не успела. Мне позвонили и пригласили именно на роль Волконской, к Владимиру Яковлевичу Мотылю. Мой сын пребывает в счастье. Мой муж несчастен. Мое место около мужа. Ты за что же нам? Да все это! Я прокляну тебя, если не вернешься через год. Ну, не будет. Как? Не будет. Как? Как? Все это очень. Как вам сын? А в то время я уже знала о таинственном кольце с сердоликовой печатью, которую соединял некогда Марию Волконскую и Пушкина. Что за кольцо? На Кавказе, влюбленный в Мари Раевскую Пушкин, хотел, чтобы на ее ручке было его колечко. Но как сделать? Она же не замужняя, он не может. Вот под отец говорит, на, носи, не будет. Тогда он разыгрывает его в лотерею. Он ставит его на кон, кольцо, и предлагает всем участвовать в лотерее. И все тянут, все тянут, тянут, тянут. И все, Мари! Машеньке достается. Только они не знали, что там записочки, только Мари, 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 Мари. Он все подготовил. И это колечко становится амулетом Марии Николаевны. И когда она в Сибирь уезжает, она берет это кольцо пушкинское. Она хранит его всю свою жизнь там, в Сибири. И я начала снимать фильм. Игорь Валентинович Днестрянский, где он меня, вот он. Он испармитель роли Пушкина. Поаплодируйте ему. И на мойке 12, в маленькой коробочке, которая была открыта, мне достают колечко с сердоликовой печатью. И когда я его надела на руку, у меня было чувство необыкновенное. И мы сделали аналог этого кольца. И вот оно сейчас с нами. Этот фант достанется тому, кто первым прочтет мне Жуковского. Господа, я знаю. Я сейчас вспомню. Но когда с небес слетает вслед за бурями весна, в мертвом снова жизнь играет, солнце греет семена. И умершие для взоров, вняв они весны привет, из подземного затвора рвутся радостно на свет. Браво! Я счастлив, Мария, счастлив, что мое колечко переходит к вам. И пусть эти три ангела-владье принесут вам удачу в любви. Позвольте, Мария. И всегда со мной вместе был мой сын, который делал музыку к фильмам. Дело в том, что Иван стал музыкантом... Ну, когда, Ванюш? В четыре года? В пять? Ну, первый синтезатор мы тебе в три месяца подарили с Колей Бурляевым. Ты лежал на пузе и почему-то его сосал. Любил звуки ртом доставать. Потом уже сочинил в семь лет парус, и играл ты Свиридову это произведение. И он тогда тебя предупредил. Ванька, ты вот этим местом не возьмешь, усидчивой не будешь. Бери этим сердцем. Помнишь? А Ванюшка маленький сказал. Мама, а почему у него такое расстроенное пианино? А у него же абсолютный слух у Свиридова. Он сказал. Ванечка, так и дача не моя. А если ты хочешь что-нибудь в искусстве делать, учти. Голодным будешь? Ничего не заработаешь. Вот, ну, так вот сказал тебе Свиридов. Уважаемая Наталья Сергеевна, скажите, когда и как вы познакомились с учением Рериха? И какое влияние оно оказало на вашу жизнь? Спасибо за ваш вопрос. Где-то 30-ти годам я познакомилась с учением Рерихов. Вернее, это не их учение. Это живая этика. Это понимание, что есть молитва. Что есть мы. Почему мы духовные существа больше, и космические даже существа больше, чем земные. Все это было невероятно интересно. И я хочу сказать, что в 92-м году у меня была необыкновенная встреча три раза со Святославом Николаевичем Рерихом, с уникальным художником, с уникальным мыслителем. И несмотря на то, что он уже был в преклонном возрасте, вы знаете, более красивого лица я никогда не видела. Никогда. И, конечно, для меня это звездная семья. Я была сама в Гималаях. Я исследовала Алтай, Гималай. Я думаю, что это наука будущего. Не религия, но наука будущего. Потому что мы все суть космические существа, и нам надо понять, чем мы владеем. Но актер всегда знает, чем он владеет. Всегда знает. Вот есть такое перевоплощение, да? Ну, ребенок может быть неудачлив в семье, ну, что-то у него не сложилось. Ну, нету папы или нету, наоборот, мамы. Но когда он играет «Зайца», как у меня Ванечка Муратханов. Здесь у меня Ванечка Муратханов. Вот он, Ванечка Муратханов. Который мне... Ты когда ко мне достался в «Бэмби»? Сколько? Четыре года. Четыре года. Четыре года. А в шесть лет ты уже вышел на сцену театра киноактера играть роль «Зайца». И у него были такие вот длинные уши. Он подошел ко мне и сказал, Наталья Сергеевна, перекрестите меня. Это было советское время. Я его перекрестила, поцеловала, и он пошел играть «Зайца». Он играл «Зайца», и вот в той сцене, помнишь, ты кричишь «Помогите, помогите!» Это самое глухое место в лесу. И какой-то мальчишка сорвался и кричит «Я тебе помогу, зайчик!» И к сцене. И в конце концов они вот здесь вот все дети, 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 дети. Все ближе к сцене, все ближе. И он в перерыве сказал так вот, вышел, поправил свои уши. Сказал, Наталья Сергеевна, я не могу в таких условиях работать. Они же у меня вот здесь. Я говорю, Ваня, возьми себя в руки и иди работай. Хорошо. И пошел. Вообще, столько было смешного, столько интересного. Вот, когда мы закончили фильм «Детство Бэмби», где играл Ванечка роль Бэмби, тогда 9-летний ребенок, вот как прокат работал. 9 миллионов детей сразу посмотрели картину «Детство Бэмби». И возникли клубы Бэмби. Все они пришли ко мне, дети, эстетические, экологические клубы Бэмби. Они стали создаваться, создаваться, а потом подумала, ну я же профессиональный режиссер, а что мне это не объединить в театр? Вот. И с тех пор мы стали защищать культуру. И вообще, господа, пора подумать о том, чтобы любым способом защищать отечественную культуру. Вот так. Здравствуй, дочь! Привет, мать! Здравствуй, козочка! Привет, коза! Как поохотилась дочь! Отлично! Подстрелила лису! Лису! А ты? Ну я. Я добыла золотую карету. Ура! Четверка у вороных коней из королевской конюшни. Ай, тебе в подарочек. Что мне в подарочек? Ай, тебе в подарочек такую маленькую. Маленькую. Такую пухленькую. Пухленькую. Девчонку! Видите, какая я? Живая! Живая, живая! Молодец, мальчик! Ой, да не дерись ты! Я беру девчонку себе! Ну, бери! Что значит себе? Что значит подарочек? Слушай, не нервируй Мусю, а? Атаманч, мы же с вами договорились. Ну, ну, договорились мы с вами. Но ведь этого захотела моя доченька. А я своему ребеночку ни в чем не отказываю. Да. Почему? Почему? Потому что детей надо что? Баловать! И тогда из них вырастает кто? Настоящие разбойники! Детям надо потакать, баловать, облизывать, Обожать и ублажать, исполнять капли и лицы. Все исполню, дай лишь рог, Лишь было спокойненько, И лишь бы вырос ангелок славным расходником, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Детский профессиональный театр Бэмби под руководством Натальи Бондарчук. Детская школа искусств номер 13, город Апрелевка. Дворец творчества хорошего город Москва. Это Кузнецова Абби. Поаплодируйте, поаплодируйте. А Наташенька Астринская и Володя Федоровна, они руководят в Хорошова. Так что у нас как бы два театра. Вообще, если крикнуть так вот по Москве, эй, бэмбята, отзовись, кто у нас только не будет, да? Сколько и актеров стали, и не только актеров. Ой, у нас даже есть прокуроры свои, между прочим. Да. И вот принцип школы. Смотрите на ваши глаза. Здравствуй, дочь. Привет, мать. Здравствуй, козочка. Привет, куда? Как поохотилась дочь? Хорошо, посты ей, Раису. Конечно, детство Бэмби – это тоже судьба. Это уникальный, я считаю, период моей жизни. Вы понимаете, все больше и больше прихожу к мысли о том, что все в мире не случайно. Говорят, что я поздно начала говорить, но первая фраза была, мы с бабушкой плыли в таком кораблике по речке, и я не говорив ни мама, ни папа, ни дай, ни баба, ничего не говорила, вдруг сказала, и родимая страна вот уж издали видна. Пушкиным заговорила. Тоже, наверное, не случайно, да? Тоже, наверное, не случайно. Я всегда помнила, что у нас были маленькие серенькие такие томики в доме у папы с мамой Пушкина, полное собрание сочинения Пушкина. Такие серенькие с гравировочкой, может быть, у кого-то они тоже есть дома, такие небольшие. И я всегда думала, Боже мой, вот бы все это запомнить наизусть. Вы знаете, есть такие люди, которые знают, ну, не только Евгений Онегин, но вообще знают все наизусть. Это вот Сергей Апланович Герасимов, кстати, мой учитель. Но я более всего люблю те стихи, которые сыграли в моей жизни какую-то самую важную роль. И, пожалуй, самую важную роль все-таки играет стихи Пушкина «Пророк». Духовный жажду и томим В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый Серафим На перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон Моих зениц коснулся он, Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы Моих ушей коснулся он, Их наполнил шум и звон, И внял я небо содрогания, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольни лозы прозябаний. И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык, И празднословный, и лукавый, И жало мудрые змеи В уста замерзшие мои Вложил десницую кровавый, И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь пылающий огнем Во грудь ответствую водвинул, Как труп в пустыне я лежал, И Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, И вишьть, и внемли, Исполнись волею моей, И обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой. У вас в ваших фильмах зачастую в основе лежат очень трагические минуты жизни великих людей. Вот как автору не страшно, ведь это большая ответственность, это же интерпретация, мы не можем знать все точно и наверняка. Или у вас есть с кем проконсультироваться по таким тонким вопросам? Вы знаете, когда умер Сергей Аплодинович Герасимов, как сказала Тамара Федоровна Макарова, мы потеряли все герасимовцы старшинство мыслей. Потрясающе она сказала, старшинство мыслей, да? Было к кому обратиться, когда был жив Сергей Аплодинович. Сейчас все по-другому. Мы очень одинокие. Творцы очень одинокие. Они одинокие после выхода картины, когда буквально свора критиков разных мастей нападают на фильмы, и они просто смеются над тем, что не понимают и чего не знают. Потому что, чтобы понимать и знать культуру 19 века, ну, надо хотя бы прочесть 2000 томов. Это точно. За каждым словом, которое есть в сценарии, Пушкин последняя дуэль и Гоголь, я могу подписаться. Там нет ни малейшей неправды. Или это сказанное в письмах, либо в дневниках, либо запись современников. Нет никаких домыслов. Братец, подплывите ближе, я вон ту лилию сорву. Нет, не надо. Помнишь поверье? Не можно рвать лилии, бо зараз русалка за руку схопыть и потягне у вырву. А вы в русалок верите? Я верую в Бога. Ну, а что живет в сознании людей, может существовать. Братец, а у вас есть любимая? Есть. И она вас любит? Знаешь, Олюшка, главное самому любить. А любит ли тебя это уж как бы удаст? Единственное, да, в картине «Дуэли смерть Пушкина» есть персонаж, который играет Виктор Сухоруков. Я ему сказала, видите, маленькая роль, ну, совсем там, маленькая роль ведет следствие, полковник такой, но это персонаж исторический. Он говорит, ну, это же Пушкин, я сыграю, и все нормально. И он сыграл первую сцену, так сыграл, что я поняла с Дантесом, что я поняла, что Витю надо продолжать как персонажа и так далее. Я звоню, говорю, Витя, я еще написал. Хорошо, хорошо, написал еще, замечательно. Значит, сыграл это. Еще. Я, Витя, еще написал. Да, правда, Одна из главных ролей в фильме. Я его создавала. Потому что мне нужен был такой персонаж, через который проходит судьба Пушкина, и который реально хочет разобраться, что произошло с Пушкиным. Почему восемь подметных писем было одновременно послано с разных сторон? Это значит, не участие одного человека. Значит, против Пушкина был организован заговор. Благодарю вас, Ваше Величество, за добрые советы моей жене. Мерси бьем. Разве ты мог ожидать от меня другого? Не только мог, государь, но я вас самих подозревал в ухаживании за моей женою. О, ревнивец. Ты мне лучше скажи, как продвигается твоя работа над историей Петра? Прекрасно. И вот что я понял за время работы над его историей. И что ж ты понял? Как не сильно предупреждение невежества, как не жадно приемлиться клевета. Но одно слово, одно слово могло бы ее уничтожить. Гений с одного взгляда открывает истину. А она сильнее царя, говорит Священное Писание. И именно она остается потомком. Честь имею. Понимаете, я думаю, что судьба каждого гениального человека не просто непроста, она трагична в основе своей. Они же опережают наше время. Они говорят нам о тех вещах иногда, которые мы вообще не сознаем и не понимаем. Но душа откликается. Что такое пророк? Это что, открытие? Всевидение, всеслышание. Может быть, это наше будущее? Папа, когда покупал книжечку, он говорил, смотри, Инка, 20 копеек стоит, а ведь гений написал, как ее не взять в дом? И у нас была потрясающая библиотека. Потрясающая. Там был Данте Олегьери. Я Тарковского потрясла тем, что, когда он говорит, ну о чем мы сняли фильм, и вдруг я сказала, И в том лесу печальным сном одетым Средь ужасов обрел я благодать. Это фрагмент из Данте Олегьери, а мне было всего 19 лет. Это подарили мне родители. Как это не взять в свою душу? Как не читать? И как важно сохранить это нашим детям? И чтобы они знали это, не утеряли язык, культуру, свет, радость от света, радость от культуры. Это счастье, дорогие мои, это счастье. Уважаемая Наталья Сергеевна, вы довольны своим характером? И легко ли вам с ним жить? Ой, нет. Вот характером, знаете, я ужасно нетерпеливый человек. Я все время куда-то бегу, все время что-то делаю. Причем делаю экстремально всегда. Вот здесь сидит дочка генерала Трошева. Вот она. Она моя подруга и очень близкий мне человек. Вот мы с ней, по-моему, одинаковые. Шашки нагло и поскакали. Вот девять кровей, потому что у меня лично девять кровей. Там и болгары, и сербы, и турки, кто-то там нет. Поэтому я такой человек яростный. Я такой человек... Однажды на площадке, ты, Ваня, помнишь, значит, у меня тут медведи, у меня здесь камерваген, холод жуткий, где-то 32 градуса, Ваня маленький. И совсем маленькое существо, вот так вот надвинув шапчонку между клетками медведей и камервагеном, продвигается сама. Я кричу, где эта мама? Почему ребенок один? Почему? Где эта мама? И ребенок подходит ко мне, поднимает шапочку, это моя дочь. Маша. А Маша, как дисциплинированный артист, когда услышала что позвонили артистов, то, конечно же, она оделась, шубенку накинула, как могла в 4 года, шапку на бекрень, поэтому я ее не узнала, она в специальной одежде кинтографической, и потопала на площадку между медведей, все, а мама кричит по мегафону ей. Понимаете? Меня окружают дивные люди, меня окружает моя мамочка, которая всегда говорит, Наташка, ты приехала? Спасибо. Мой муж, Игорь Днестрянский, который выносит мой характер. Мой сын, Иван Бурляев, который выносит мой характер. Я думаю, что единственное, что я очень верно унаследовала от родителей, это трудолюбие. Я очень люблю работать. И это обязывает, обязывает до конца идти и быть живым, живым и только, живым и только до конца. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»